Ногти Правильное обращение и уход за ногтями делают ваши руки не только красивыми, однако они могут улучшить самочувствие, уменьшить количество неприятностей и даже повлиять на вашу судьбу. Наши предки по форме, внешнему виду и особым отметинам, а также блеску ногтей предсказывали не только состояние здоровья, но и дальнейшую его судьбу. Так в хиромантии ногт служит точным показателем самочувствия человека, его здоровья и предсказывает потенциал его жизненной силы. А вот в черной магии ногтю отводится средство, используемое для воздействия на судьбу другого человека. Считается, что ногт может служить мощным приворотным средством, а вот в белой магии с его помощью можно исправить судьбу. Что касается астрологии, то ногти предсказывают нашу связь, связь человека с космосом и землей. Внимание к ногтям, а также уход за ними берут начало, конечно, и с давних-давних времен, когда это было не столько требование гигиены, а больше магическим ритуалам. Смысл многих магических ритуалов забылся, остались лишь указания, что следует делать и к чему это может привести. Например, если вы собираетесь стричь ногти, то обычно следует учитывать лунные фазы. Так, на новолунии ногти будут расти остреженные быстрее, а вот если их состригать на убывающую луну, то они будут расти гораздо хуже, не так быстро. Вообще, стричь ногти в те или иные дни недели, это работать над какими-то своими параметрами здоровья и даже судьбы. Итак, если мы с вами будем стричь ногти в понедельник, то будем состригать печаль, тоску, депрессию, разные комплексы, а также ликвидировать память о иных негативных событиях, также неприятных людях, а также осуществлять профилактику заболеваний мочеполовой сферы, как мужчин, так и женщин. Если стричь ногти во вторник, это надо делать для того, чтобы избавиться от неприятных неожиданностей, создать себе своеобразную защиту в экстремальных ситуациях, а также защиту от разного рода недоброжелателей, и говорят, что это служит профилактикой заболеваний крови и сосудов головы. Если стричь ногти в среду, это будет способствовать нормализации отношений с людьми, будет помогать в учебе, также в положительном решении проблем. Вы будете в праве рассчитывать на приятные новости и известия, это устранить неразбериху в ваших делах и мыслях, а также будет регулировать работу нервной системы. То есть вы будете более цельные, спокойные. Если стричь ногти в четверг, это помогает утвердиться в обществе, повышает аппетит, вы будете более уверены в себе, будете реализовать свой талант и прочие дары, которыми вас наделила природа, а также, что немаловажно, продлевать свою жизнь, и это будет служить, простая такая процедура, профилактикой заболеваний печени и желчного пузыря. Если стричь ногти в пятницу, так как этот день считается одним из неблагоприятных для стрижки ногтей, поскольку в пятницу происходит замедление биохимических процессов в организме, то есть остригание ногтей может вызвать накопление шлаков, а это в свою очередь может привести к полноте. Поэтому в пятницу ногти не стригите, особенно те, кто желает сбросить лишние килограммы и стать стройным. Но женщины, которые хотят усилить свое обаяние, женственность и красоту, этот день подходит наиболее удачно. Мужчинам в этот день просто-напросто запрещается стричь ногти, чтобы не приобрести женские качества. Суббота считается наиболее лучшим днем для проведения ногтей в порядок. Ухаживая за ногтями, вы тем самым увеличиваете свои шансы на избавление от одиночества, способствуйте укреплению здоровья и даже можете снять с себя часть кармических задолженностей. Не зря в народе имеется такая поговорка, кто в субботу ногти стрижет, тот долги отдает. В воскресенье самый неблагоприятный день для стрижки ногтей. И знаете почему? Потому что в этот день человек ощущает себя более здоровым и крепким, чем любой другой день недели, ибо он связан с Солнцем, с жизнедателем. В этот день каждый человек связан со своим ангелом-хранителем, и любое вмешательство в свой организм тем иным образом нарушает вашу связь, как Вселенная, так естественно и с ангелом-хранителем. По этой причине в воскресенье надо отдыхать, а не работать. Очень хорошее наблюдение. И кстати, действия указанных советов, связанных с днями недели, будут стимулироваться и убыстряться, если при уходе за ногтями будут произноситься особые заговоры. Их надо читать непрерывно с начала процедуры до ее окончания. То есть взяли ножницы, читаем. Острили ногти, ножницы положили, закончили читать. Итак, вот один из заговоров, который способствует улучшению судьбы. Сосрегу тоску, кручину, злую судьбину. Уйди, лихая, уйди, злая, уйди, косая. Уйди, моя недоля, дай прийти моей доле. А для улучшения здоровья, самочувствия, настроения можно произносить такой заговор. Хвороба уйдет, а здоровье придет. Если вы стерегаетесь какой-либо беды, то можете произносить вот такой заговор. Стрегу, состригаю беды, лихоманки, невзгоды прогоняю. Уйди навек беда с моего двора. А вот что касается, чтобы у вас была радость, то можете произносить такой заговор. Стрегу, состригаю, печаль, тоску выгоняю. Пусть радость моя гадас со мной навсегда. Чтобы ногти были красивыми, можно произносить вот такой заговор. Расти ноготь, расти и вырастай. Не птичий, не звериный, а человечьий и красивый. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!